Здравствуйте дорогие зрители, сегодня вернемся к рубрике двойные стандарты. Начнем издалека. Есть М16 вооруженная М2 браунингом, ленты которого подрываются от попаданий. А есть танки с этим же М2 браунингом, но БК тут вовсе не замоделен и соответственно его даже нельзя элементарно выбить. Можно сказать, что это придирка, ведь у М16 М2 это основное орудие, а у танков это даже не дополнительное орудие, а всего лишь пулемет. Но есть намного более интересные примеры. Возьмем любой французский танк с 20 мм пушкой в башне и любой танк с турельной 20 мм пушкой. У француза боекомплект не замоделен и соответственно никак не взаимодействует со снарядами извне. А вот немецкие танки с аналогичной пушкой имеют БК и его даже можно выбить, но не взорвать. Конечно не стоит забывать и Р3 Т-20, у которой боекомплект на такой же пушке вовсе взрывается и забирает за собой всю машину. Итого у нас уже три техники с 20 мм автопушкой и три разных подхода к реализации боекомплекта 20 мм пушки. Конечно особо эксперты могут рассказать нам, что на кадре стоит турелька, а на французе стоит спаренная 20 мм пушка. И поэтому это разные вещи. Но пушка не совсем спаренная. У нее независимые вертикальные привода, такие же как на АГС Творожка или на 30 мм пушке модерны. И несмотря на то, что это такие же неполноценные турели, как и 20 мм французская пушка, БК у модерны выбивается, а у АГС и вовсе выгорает. О, вот сейчас конь. Есть еще один интересный немецкий премиум танчик. Трум 3 называется. У него дополнительная 30 мм пушка. На модельке отчетливо виден короб с боекомплектом. Но БК в ДМ никак не представлен. То есть в отличие от модерны, его никак нельзя выбить. И уж тем более он не начнет выгорать, как на Творожке. Итого у нас четыре вида реализации боекомплекта автопушек. Первое, боекомплект не замоделен. Второе, боекомплект замоделен и может быть выбит. Третье, боекомплект замоделен и может выгореть. Четвертое, боекомплект замоделен и может подорвать танк. Это уже не двойные, это уже четверные стандарты. Есть как минимум две немецкие машины, на которых можно откидывать и поднимать борта. Но у итальянской Бреди 501 такой функции нет. Причем сначала добавили Бреду с поднятыми бортами. Потом в игру добавили ВФВ с функцией выбора положения бортиков. Потом Бреди принудительно опустили борта без возможности их обратно поднять. А потом вновь добавили немецкую зенитку, где функция поднятого борта является опциональной. Меня просто бесят эти бортики на Бреди, цепляющие все подряд. Возможно, иногда можно было бы покатать на Бреди с поднятым бортом. Вообще, было бы неплохо позволить поднимать и опускать борта прямо во время боя. Так как это можно делать, например, с лопатой. Однако, глядя на то, что при подъеме лопаты или изменении подвески модель повреждений танка не меняется, можно подумать, что улитка не может в динамичную ДМ-модель. Но это не так. Улитка точно может в динамичную ДМ-модель. Башни и пулеметы танка вращаются и поднимаются. И ДМ-модель, соответственно, меняется в реальном времени. Разложенные РЛС-шилки танкует пулемет. А вот если РЛС ложить, то пули начинают прилетать насквозь. То есть, для раскладывания бортика во время боя в игре уже все есть. Было бы желание это реализовать. Часто, когда кидаешь бомбу по пикапу с ДШК, самолет от этой бомбы разносится в щи. А пикапу как-то пофиг. У меня возникла мысль провести более чистый тест сравнения урона от бомбы по открытой зенитке и по самолету. Результат, как говорится, на лице. После пары сбросов самолет полностью теряет возможность оставаться на лету. А славные американские зенитчики переживают этот удар без потерь. И не надо думать, что самолет сделан из говна и палок. Он полностью сделан из металла, а конструкция способна выдерживать огромную нагрузку. С которой кожаный мешок уж точно не справится. Рентген дерьмо, давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok